Вот совет. В следующий раз, когда ваша камера будет показывать что-то странное, сначала проверьте устройство, а уже потом жалуйтесь в техподдержку. Иначе вы можете оказаться в такой же неловкой ситуации, как этот пользователь. Ему ответили, что мерцающее и размытое коричневое изображение — это птица, которая выбрала камеру в качестве места для отдыха. Другой интернет-пользователь поделился изображением того, что не сможет исправить даже самая продвинутая техподдержка. Похоже, кто-то неправильно заменил тонер, и вся комната оказалась залита чернилами. Думаю, проще сжечь все вокруг, чем очистить. Вы можете подумать, что это взрыв на макаронной фабрике, но это просто серверная комната больницы. Многие пользователи говорят, что для больниц это обычное дело. Так зачем что-то менять, если все прекрасно работает? Установить беспроводные колонки не так уж сложно, верно? Тогда я не очень понимаю, как такое могло произойти. У меня есть только одна версия. Возможно, кто-то хотел включить музыку для Австралии. Свечи хороши для романтических ужинов и прочего. Но оказывается, на работе они довольно опасны. Один из пользователей поделился фотографией того, как свеча может устроить катастрофу на рабочем месте, вместо того, чтобы придать ему уют. Ладно, тут все не так страшно. Хотя и выглядит отвратительно. Просто нужно время от времени протирать экран. И неплохо бы запомнить, что он не сенсорный. Быстрее не обязательно, значит лучше. Один из интернет-пользователей поделился фотографией того, как его коллега поспешил с распаковкой новой мыши. К сожалению, техподдержка этого не исправит. Ему придется заказать новую мышь и в следующий раз быть более терпеливым. Еще одна катастрофа с мышью. Этот пользователь поделился историей о том, как его друг хотел сделать мышь легче, поэтому просверлил кучу отверстий и отшлифовал все это дело. Стало похоже на сыр. А что? Логично. Мышь, сыр. Ну вы поняли. Дедушка следующего пользователя подумал, что разъем это отверстие для шурупа и на самом деле вставил туда шуруп. Так много вопросов, но нет ответов. Вы можете сказать, что ж, дедушка принадлежит к старшему поколению. Но возможно младшее поколение тоже не знает, зачем нужен такой разъем. Ведь блютус-наушники полностью заменили старые добрые проводные. Я чувствую легкий запах Гарри. Похоже, что-то не так с батареей. Вот что сказал этот клиент, когда обратился в техподдержку со своим ноутбуком. Я не думаю, что это большая проблема. Техподдержке нужно будет просто заменить батарею. К тому же секция батареи уже открыта. Если это не сработает, возможно поможет переустановка Windows. Со временем компьютерная мышь может покрыться противным слоем жира, если есть за компьютером печенье или чипсы. Пожалуйста, не чистите ее так, как этот пользователь. Сначала его идея может показаться блестящей. Почему бы не использовать для очистки лимонад? В лимонаде есть кислота и она поможет растворить налет. Да, напиток обладает необходимой кислотностью, но в нем также содержится много сахара. Угадайте, кто любит сахар? Муравьи. Так что, почистив таким образом свою мышь, вы превратите ее в муравьинную ловушку. Это здорово, если вам нужно наловить муравьев. Но для очистки мыши лучше использовать специальные средства. Еще один забавный случай из практики службы техподдержки. Кто-то захотел получить новый адаптер, так как его MacBook не заряжался. В итоге в порту MagSafe обнаружились скрепки. Да, я знаю, что вы хотите сказать. У MacBook больше нет портов MagSafe. Но эти устройства хорошо сохранились. Так что, если у вас все еще есть такой ноутбук, но он не заряжается, просто проверьте порт. Возможно, там застрял посторонний металлический предмет. Или, может быть, мышь. Эй, почему задняя крышка не надевается? Думаю, здесь что-то не так с батареей. Если бы проводился конкурс на самое сумасшедшее зарядное устройство, то мы бы уже знали победителя. Эта зарядка для iPhone выглядит так, будто кто-то собрал воедино самые безумные лайфхаки из ТикТока. Интересно, сколько здесь вольт? Помните, что очень важно следовать рекомендациям по напряжению, которые дает производитель. Например, если сказано, что нужно иметь зарядное устройство на 5 вольт, это не пустые слова. Если вместо него вы используете зарядное устройство на 100 вольт, оно не зарядит ваше устройство в 20 раз быстрее, а испортит аккумулятор. Некоторые случаи просто уморительны. Посмотрите на это фото. Кто-то воткнул датчик угарного газа прямо в стену. Интересно, главную роль здесь сыграла сила человека или мягкость стены? На этот вопрос у нас вряд ли будет ответ. Кошки есть кошки. Им все равно, сколько стоит ваш ноутбук. Если они хотят играть, они будут играть. Да, экран испорчен, но его еще можно отполировать. Наверное. Я не знаю, как объяснить это фото. Похоже, сотрудники техподдержки настолько заняты всеми этими проводами, что команде потребовался туалет, чтобы максимально эффективно использовать рабочее время. Вот еще одна подобная комната. На самом деле это вспомогательная серверная, но ее также используют для хранения туалетной бумаги. Эти две комнаты идеально дополняют друг друга. Не забудьте вытереть диски. Один пользователь поделился историей, которая произошла с ним на работе. Клиент хотел выяснить, что не так с его компьютером. Он сказал, я не знаю, что случилось, но компьютер не включается. Техподдержка была в шоке, как клиент не заметил громкий звук взрыва и дым, распространившийся по офису. А это просто напоминание о необходимости время от времени чистить компьютер. И лучше с помощью специалистов. Это особенно актуально для владельцев домашних животных. Здесь, кажется, уместилась целая собака. Посмотрите, сколько здесь собачьей шерсти. Этот компьютер чудом выжил. Как вам такое, клиент? Эй, мой принтер для чеков не работает. Есть идеи, почему? Техподдержка не нашла, что ответить. Посмотрите, сколько ржавчины. Но с другой стороны, он работал так много лет. Вот что я называю качеством. Даже самые простые вещи можно сделать неправильно. Один интернет-пользователь показал забавную фотографию кондиционера. Кто-то установил его не внутри, а снаружи дома. У меня есть только одна идея. Вероятно, этот человек хотел изменить погоду и сделать жаркие летние дни немного прохладнее. Однако он переоценил возможности кондиционера. Сегодня мы пользуемся многими классными вещами. Например, сушилками для рук. Они экономят бумагу. К тому же они быстрые и очень удобные. Что может пойти не так, спросите вы? Этот пользователь дает ответ. Возможно, эта сушилка не для людей, а для стола. Шучу. Я не знаю, почему сушилка для рук расположена таким странным образом. Еще один пример эпичного провала на ровном месте. Вместо того, чтобы спрятать провода, кто-то решил просверлить отверстия в каменной стене и разместить их вот так, четко. И финальный аккорд. Термопаста. Это круто и удобно, но не переусердствуйте. Иначе в итоге все будет выглядеть вот так. Сколько термопасты вам нужна? Еще, еще!